У нас на прямой связи Тургай Гусейнов, член коллегии адвокатов, специалист в области международного права. Добрый вечер, Тургай Мялим. Добрый вечер. Вашингтон, как я уже отметила, выступил с предложением о проведении переговоров Баку и Еревана. Мы всегда отмечаем, что Баку всегда готов к мирным переговорам с Арменией. Но Ереван создает в целом искусственное препятствие этому процессу. Как вы считаете, чего все-таки ждать на этот раз от Армении? Не раз мы об этом говорили. И еще раз повторюсь, что заключение мирного договора неизбежно. Чтобы добиться дождества международного права на Южном Кавказе, чтобы добиться обеспечения безопасности в этом регионе, я думаю, заключение международного, точнее, мирного договора между Арменией и Азербайджаном, она неизбежна. Проблема, наверное, только во времени. То есть этот процесс неизбежен. И в конечном итоге, наверное, стороны все-таки добьются того, чтобы мирный договор будет заключен. И, наконец-то, в нашем регионе восторжествует мир. Ну вот в Мюнхене на переговорах армянская сторона, она выступила, как мы знаем, против предложения Азербайджана. Это касательно установки контрольно-пропускных пунктов на суверенной территории Азербайджана. Опять же, вот мы видим незаинтересованность Армении в выполнении своих обязательств по тому же трехстороннему заявлению. В целом у нее в смысле какой-то план, как вы считаете? Почему вот такое вот отношение? Я думаю, что, скажем, те предложения, которые поступают от азербайджанской стороны, они идут в ногу и состребованиями трехстороннего заявления, как вы говорите. И именно в этом трехстороннем заявлении, в пункте 6, наряду с тем, что закрепляется положение о том, что дорога, то есть лачинская дорога, то есть над лачинской дорогой оставляет контроль миротворческих контингентов Российской Федерации. И в то же время в этом же пункте отмечается, что Азербайджан гарантирует безопасность передвижения граждан и грузов по этой дороге. То есть получается, что если Азербайджан берет на себя ответственность в обеспечении безопасности на этой дороге, то я думаю, что открытие вот этих пропускных пунктов, в том числе и погранично-пропускного пункта на территории Азербайджанской республики, она неизбежна. Потому что иначе обеспечить безопасность на этой дороге каким образом возможно? И если вы помните, буквально месяца два назад, когда был задан вопрос Волкову, насколько вы обеспечиваете безопасность и даете гарантию безопасности на этой дороге, то его ответ был таковым, что у нас нет таких средств, чтобы обеспечивать и проверять, так скажем, поступающих грузов и лиц, которые въезжают на территорию Азербайджанской республики. И тем самым, как бы, еще раз дал сигнал о том, что у миротворческого контингента, как таковых, таких средств нет, чтобы полностью гарантировать безопасность на этой дороге. Поэтому вся ответственность в этом плане, я думаю, и про трехстороннего заявления лежит на нашей стороне. И, соответственно, Азербайджан должен предпринять все необходимые меры для того, чтобы обеспечить безопасность передвижения на этой дороге как граждан, так и грузов. И тем самым, к чему это приведет, что данная дорога все-таки в конечном итоге будет использоваться только для гражданских целей. И никаких, скажем, перевозок оружия и иных запрещенных товаров, в том числе и въезда непонятно туда граждан. Как мы знаем, мы были свидетелями того, что на территорию Азербайджана въезжало достаточно много граждан Ирана без всякого разрешения. То есть это все будет, скажем, оставаться в прошлом. И Азербайджан уже сможет полноценно обеспечивать гарантии безопасности по свободному передвижению по дороге Ханкин-Дилавачин. Ну вот касаясь заявления того же премьер-министра Армении, который в целом является... То есть получается, что Армения продолжает вести свою деструктивную политику. Вот это заявление главы МИД Армении Мирзаяна. Немножечко расхождение, да, то они одной политики придерживаются, то второй. В целом, вот как вот этот момент вы бы прокомментировали? Я думаю, что все-таки они хотят, чтобы они хотят получить... Хотя это, как скажем, выходит за пределы тех обязательств, которые они взяли на себя по трехсторонним заявлению. Но у них есть определенные попытки того, чтобы данная дорога все-таки оставалась вне поля, так скажем, фокуса Азербайджанской республики. И тем самым, как бы, выводя данную территорию, данную дорогу вне юрисдикса Азербайджанской республики. То есть это нереально. И Азербайджан всегда придерживается той позиции, что государства должны признавать территоральную целостность друг друга. Что тем самым, скажем, исключает попытки Армении претендовать на какие-то территории в том числе. И я думаю, что определенная проблема здесь возникает с тем, что согласно трехстороннему заявлению с вводом миротворческого контингента Российской Федерации на эту территорию, параллельно должен был оштурен выход вооруженных сил Армении из этих территорий. Но, к сожалению, как мы сегодня являемся свидетелями того, что часть вооруженных сил, то есть вооруженных людей остается там. И я думаю, что они все-таки хотят, чтобы над этой дорогой не было никаких дополнительных контрольных пунктов Азербайджанской республики, тем самым, чтобы они свободно могли бы разорвать свои непонятные цели на нашей территории. Я думаю, что в итоге все-таки стороны придут к тому, что надо выполнять обязательства, которые выстекают из трехстороннего заявления, и в том числе ту обязательство, которую взяли мы, поскольку мы должны обеспечивать гарантию безопасности на этой дороге. И все это, скажем, вызывает на подвеску дня тот вопрос, что открытие вот этих контрольно-пропускных пунктов, то есть погранично-пропускных пунктов, этот процесс будет неизбежен. И в том числе, наверное, параллельно будут установлены определенные таможенные процедуры при въезде на территорию Азербайджанской республики. То есть это тоже как бы даст дополнительные еще гарантии обеспечения безопасности на этой дороге. В любом случае, право на стране Азербайджана. Спасибо вам за ваши комментарии. Тургай Гусейнов, член коллегии адвокатов, специалист в области международного права, подключался к нам на прямую связь. Продолжение следует...